Вот если бы ты промолчал, никто бы и не понял. Да нет, побложим чуть-чуть. Привет, друзья! Прошло уже полтора недели, как мы залипаем в Сеуле. И вот мы сегодня решили отправиться в город Бусан. Выписались из нашего замечательного хостела, который под конец нашего поселения стал совершенно русскоязычным. Приехали ребята из Хабаровска, еще откуда-то очень много русских было. Вот мы сейчас сидим в здании вокзала, кушаем пиццу и ждем, когда прибудет наш поезд. Зацени, вот там реально дембеля идут, все в значках. Сейчас мы их попробуем снять. Дембеляшечки. К нам тут мужик пристал. К нам тут мужик пристал. Возьми вот сумки. Говорит дай нам 9000. Дай ему вторую булочку. Нормально. Да все, пошли давай. Все, давай дядя, пока-пока. Пока-пока, ноу кэш. Ноу кэш, мэн. Хе-хе. Булку-то забрал. Ну ладно, попрошай-ка. Так вот, о чем я. Приехали мы, значит, в этот замечательный город. А тут туманище, облака в горах, красотища. Просто обалдеть. Так, теперь нам надо найти хостел наш. Вот, вроде как, нету секс-шопов в Корее. Не продаются, тут нет порнографии, проституции. Однако вот, все здесь есть. Буль-буль-буль-буль-буль. Мы тут шли-шли, нашли живую витрину. Да, оказывается, какой-то злачный райончик. Вон тут цыпочки везде, няшечки и кальмарчики. Зайдем сюда покушать, наверное. Потрясающе! Я нашел наш в Ури Гестхаус. А за углом есть заведение, где подается крафтовое пиво. Потрясающе! Ну что, пойдем давай. Михаил! Россия? Россия, Россия. Хорошо, спасибо. О, милая! Хорошо? Да, хорошо. Два человека. 5, на все-е-е-е? Christian Мул. Файна и Кэш. А кэш, Кэш – это хорошо. Кэш, Кэш, Кэш. Эпи! Кэш? Я шью Привет! 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 Михаил Россия Россия Спасибо Бабе 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 заходим на кучу Привет Привет 216 Привет Ага А паспорт В общем небольшая экскурсия по нашему сумрачному номеру Вот мы значит заходим и вот такой вот коридорчик А вот в общем то вот хаку тут нянкает, жавкает чмокает суперская кровать на которой хочется пёжиться как только сюда заходишь Старый телек старый какой то привод что это вообще такое ресивер какой то не знаю и душевая совмещенная с унитазиком Вот такие дела 6 ночей 216 тысяч вон есть еще вентилятор кондиционер к слову сказать здесь гораздо приятней и симпатичней чем комнаты в которых мы жили в Сеуле правда вид из окна конечно вообще потрясающий видок Ляля одевай штаны пошли гулять Судя по всему мы прописались в японском квартале когда выходили из нашего гестхауса нам встречались две азиатки которые увидев ляльку в пол голоса такие а нет они сказали ну и тут в общем то можно встретить много вывесок на японском языке ну и характерно для японских японцев телочки на стенах везде висят улыбающиеся и зазывающие выпить с ними немножко немножко чего-нибудь сейчас мы пойдем на рынок рыбный и немножко там покушаем потому что время уже 4 часа дня мы еще даже не завтракали на вокзале бомжара у нас отжал одну булочку денег то мы ему таки не дали одну сами съели доставки –илиозавод рецепт –илиозавод подпор так друзья мы пришли на рыбный рынок вот все кушают какую-то штуку прям народ собрался что-то шум гам сейчас мы тоже попробуем что это за хрень такая рыбка рыбка рыбный филе типа того приятного аппетита приятного аппетита с тестом и и и и и и Город так на холме расположился, похож на какой-то итальянский провинциальный городок Идем дальше Кира, давай не будем бить посуду сегодня. Сладкая картошка, вкусно! Круто! Кира увидела свой страх. Это вентилятор, о чем боится вентиляторов почему-то. Хочу пробовать? Да, хочу. Прямо как на кубе. Прямо как на кубе. Вот наше основное блюдо. Самое главное. Самое главное блюдо стола. Как этот мужик сказал? Сашими. Кира очень негодует, что я у нее забрал камеру, чтобы поснимать. В общем, вот это вот все без макколи стоит 40 тысяч вон. Вот этот весь большой сет. Наверное, это очень до хера. Я, наверное, потом буду дико жалеть. Можно было бы четыре раза покушать. Ой, что-то неправильно сделали. Это все без макколи? Нет! Кто? 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 А, окей. Окей. Всё, чуть не траванулись, оказывается, это маленькую стеклянную штуку нельзя есть, это пластик. Да вроде можно, а потом скажу окей. Очень странно. Не поняла. Да, я думал, что это стеклянная лапша, типа рисовый. Ты успела проглотить? Вовремя остановили. Жесть. Я так не поняла. Было слишком много сашиней. Слишком много. А вон здесь. Чековики. Ну вот примерно так же мы и посидели, только в два с половиной человека. Ну тут шумно. Весело. Да, и без этой дурацкой пластиковой лапши, которая есть, нельзя. Обалдеть. Жесть. Дайте. Ну что ж, надо отсюда выбираться, то уже на улице темнеет. Поехали на лифте, смотри, лифт есть. Так, ну, мы спустились со второго этажа на первый, и вот здесь вот тот самый рынок, где полным-полно свежих рыбок, прокушек, огурцов, вот морские сосиски. Это морская сарделька, вау, вау, да, вот здесь она нам подсказывает, как эта штука называется. Выглядит мега противно, крабы ракообразные, на любой вкус и цвет, для любого ресторана. Вон опять эти сосисочки. Вот такой вот рынок. Вот так. Вот так. Все, пойдем на ближайшую другую точку. Пойдем на ближайшую другую точку. Рыбки на сегодня хватит? Блин, по-моему, у нас перебор, передоз рыбки на несколько лет вперед. Сервисы едят в норме. Они больные. Ну все, ходим, гуляем, перевариваем. Мне кажется, мы можем даже завтра не завтракать и не обедать. Так много рыбы мы с Рой съели, что она еще до завтра не переварится. Смотри, уже некоторые магазины закрылись. Наверное, времени много. Сейчас откроются всяческие злачные заведения. Ну, рыбные-то, естественно, закрылись. Она же портится и всегда выстояется. Сейчас нагуляемся, когда пойдем в номера, пройдем через Craft Beer Shop, который как раз расположен за нашим хостелом, за углом нашего хостела. Я просто хочу попробовать местного крафта. Это как хобби. Может быть, ребята из пермских крафтошопов посмотрят эти записи. Сделают для себя пару заметочек на полях. Да ладно. А может быть, наши крафтошопы гораздо лучше ихних. Вот мы и узнаем, в чем разница. Мы поднялись в парк, который находится на холме. Эскалаторы не работали, да и все равно мы были с лялькой. Поэтому пришлось подниматься пешкодраликом. Что интересно, в этом городе нас встречается гораздо больше русских. Вот, по-моему, даже мужик русский. Здесь есть храм и вышка. Наверное, туда тоже можно подняться на эту башню и немножко пофоткаться. Ну, я не знаю, если она сейчас работает, то можно и подняться. А так тут очень красиво. И без башни. Душевно. Прямо такое умиротворение, которого нет в Сеуле. Мне этот чем-то город напоминает все-таки Перми. Да? Да я не знаю, чем, но да, напоминает. Русскими? Такой... Да, тут русскими. Такой... Город с легким оттенком провинциальности. Хотя... Наверное, даже нелегким. На Сеульской башне мы уже были. А вот на местной нет. Кунусан Тауэр. Хаку, эта штука еще работает. Пять штук, смотри, какая прелесть. Да... А чего бы нет. Да. Ну все, поехали. Мне кажется, мы ляльку забыли. Подтончик, дальше. Спасибо за просмотр. Тауэр. Подтончик, чья? Тауэр. Подтончик, чья? Самый большой город. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok